Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы поговорим о том, как русская мафия обула итальянцев на 300 миллионов евро. В Кабо-Вердо, которая является родиной корпорации номер один компании Агам, выходят печатные издания под названием Энакао, что можно перевести как народ или нация. И в последнем выпуске данного издания, прямо на обложке, крупными буквами написано следующее. Мафия Русса Аплика Голпе де Трезентош Милиус де Юрус, что можно перевести как «Русская мафия присваивает 300 миллионов евро». У данного печатного издания есть официальный сайт, и на этом сайте публикуются статьи в электронном виде спустя некоторое время после выхода печатного издания. И под данным видео вы можете найти ссылку на оригинал этой статьи на португальском языке, и при желании через переводчик ее прочитать. Представляю вам данную статью в переводе на русский язык. Тысячи итальянцев стали жертвами развода от российских инвесторов. Исчезнувшая компания Агам из Кабо-Верде, основанная российскими бизнесменами, чьи счета даже были заморожены, оказалась вовлечена в очередной международный финансовый скандал. Итало-испанская юридическая фирма Liberati & Rubio Associados представила в Генеральную прокуратуру округа Прая первые 95 жалоб против компании Five Wins Asset Management Consultoria по поводу предполагаемого мошенничества в отношении примерно 20 тысяч итальянцев на суммы свыше 300 миллионов евро. Жалобы от других итальянцев, которые считают себя обманутыми этой компанией, связанной с Atlantic Global Asset Management или Агам, должны быть поданы в ближайшие дни в Генеральную прокуратуру округа Прая. По словам испанского юриста Хосе Висенте Рубио Эйре, который был в Прайе на прошлой неделе, более трех тысяч итальянских семей стали жертвами недобросовестной практики компании Five Wins. По оценкам, число пострадавших только в Италии может составлять от 15 до 20 тысяч человек. По словам того же источника, мошенническая схема представляет собой современную версию финансовой пирамиды Понци. Инвесторам предлагается получать доходность от 4 до 6% в неделю, намного выше обычной прибыли. По сути, инвесторы приобретают ряд предлагаемых финансовых продуктов, полагая, что их инвестиции, несмотря на высокий риск, поддерживаются реальным бизнесом, поясняет он. Самая современная версия этого бизнеса, по мнению юриста, состоит из инвестиций в криптовалюты, в сырьевые товары или в недвижимость в странах Персидского залива. Как правило, создатели такой схемы не раскрывают детали своей деятельности, ссылаясь на конфиденциальность, чтобы избежать ситуации, когда другие люди могут воспользоваться их деловыми возможностями. Однако, как и в случае с известным американским банкиром Медофом, проблема заключается в том, что никаких инвестиций не было. То же самое вполне могло случиться и с 5 Винс. Вы никогда ни во что не инвестировали. И вот в чем суть аферы и преступный характер этой аферы. Ближе к нам, в Португалии, находится Банкейра Дупово. На самом деле, все было организовано так, чтобы прибыль инвестора зависела от количества людей, которых он смог убедить присоединиться к своей организации. Чем больше людей присоединялось к команде, тем больше бонусов поступало, и поначалу эти дивиденды выплачивались, подчеркивает наш источник. Участникам пирамиды выплачивались бонусы, размер которых зависел от того, сколько новых участников войдет в пирамиду. Такова реальность этого бизнеса, риски и сокрытие информации от инвесторов. Движение денег. 95 семей, которые подали жалобу в Генеральную прокуратуру округа Прая, явно не последние, говорит адвокат. Он считает, что с учетом представленных в настоящее время жалоб, был сделан важный шаг для того, чтобы сообщить в Кабе-Верде о месте жительства руководителей и происхождении компаний Файвинс и Агам, через которые выводились денежные средства, добытые с помощью этой мошеннической схемы. Поданные жалобы, по словам того же источника, укрепляют позиции прокуратуры округа Прая, которая в 2017 году заморозила счета Агам по подозрению в создании финансовой пирамиды. Благодаря этому прокуратура сможет привлечь Интерпол к поиску местонахождения Агам и Файвинс, а также расследовать, где могут находиться деньги. Жалоба была подана в Прая, поскольку, по данным итальяно-испанской юридической фирмы, обе компании базируются в Кабе-Верде, куда были отправлены деньги, а затем следуют по следующему маршруту – Кабе-Верде, Мадагаскар, Куба, Лондон. ИСЦы хотят, чтобы с помощью прокуратуры и Интерпола удалось вернуть вложенные средства. Интересно, что в данной статье впервые упоминается, по какому маршруту происходил вывод денег из пирамиды. Как видим, маршрут был достаточно сложный. Кабе-Верде, Мадагаскар, Куба, и только потом уже средства поступали в Лондон. Виртуальное богатство – реальный риск. 93 человека подали жалобу против iWins и Agam и сообщили, что компания отказывалась выводить прибыль, ссылаясь на заморозку счетов Кабе-Верде в 2017 году. Хочу поправить. Если вы посмотрите все конференции 2017 года, там ни разу не упоминается заморозка средств. Там говорилось о том, что вывод временно прекращен, якобы в связи с тем, что они проводят легализацию компаний. Они в каждой стране будут открывать отдельное юридическое лицо, получать местные лицензии. И вот когда они все это сделают, вот только тогда и откроется вывод. Про то, что средства были заморожены, а потом разморожены, люди впервые узнали весной 2018 года. Об этом сообщил Диего Мартин, причем сообщил очень радостно, что денежки были заморожены, а сейчас они разморожены. Деньги в компании есть, и компания обязательно восстановится и всем все заплатит. Однако, после отмены заморозки решением Конституционного суда в марте 2018 года, нам сообщили, что все еще придется ждать несколько месяцев, чтобы компания могла возобновить выплаты. Общая сумма средств на счете одного из заявителей составляет 5287 евро. Согласитесь, друзья, это какие-то нищебродские деньги. Это, наверное, у него был там самый маленький портфель, только куплен, да? Потому что у многих инвесторов уже на счетах к моменту закрытия сайтов были там суммы в сотни тысяч евро, а у кого-то и миллионы. Поэтому, что это за нищеброд с пятью тысячами евро на балансе? Ну, это смешно. Однако, по его словам, на сайте нет возможности вывести эти средства. Я товарища поздравляю, если он не заметил, с апреля месяца даже сайтов нет, и кабинетов нет, и циферок нет. Поэтому не только нет возможности вывести средства, сейчас нет даже возможности на них полюбоваться. Помимо суммы, подлежащей выплате, на счету заявителя имеется семь инвестиционных пакетов, еженедельную прибыль от которых он не может выводить, но которые используются исключительно для накопления и теоретически могут быть использованы для приобретения новых пакетов. Однако, вопреки тому, что заявлялась компанией 5wins, эти пакеты являются просто цифрами на сайте и представляют собой виртуальные деньги, которые нельзя использовать ни для каких других целей, кроме переводов на счета других людей на той же платформе. Но деньги, которые вносил в компанию истец, были реальными. В конце автор заявления пишет о том, что он никогда не руководил компанией 5wins и Agam, что он никогда не участвовал в привлечении средств, и что, как и все другие лица, ставшие жертвами этого мошенничества, он добросовестно полагал, что покупка пакетов у 5wins и Agam гарантирует ему получение еженедельной прибыли. Он также говорит, что верил в предоставленную этими компаниями информацию о выгодах от инвестиций и о том, как их получить. А в русском языке больше используется выражение «финансовая пирамида», но в английском языке часто встречается выражение «ponce scheme». Откуда это выражение пошло? Здесь небольшая информация об этом. Схема Ponzi представляет собой инвестиционную мошенническую схему, которая обещает инвесторам аномально высокую доходность не за счет прибыли от какого-то реального бизнеса, а за счет средств инвесторов, которые подключились позднее. Название схемы относится к итальянско-американскому финансовому преступнику Чарльзу Ponzi. Ponzi убедил друзей и партнеров по новому бизнесу поддержать его проект и предложил выплачивать 50% прибыли в течение 45 дней. Некоторые инвестировали и получили прибыль в оговоренные сроки. Схема расширилась, и Ponzi нанял агентов, выплачивая щедрые комиссионные за каждый привлеченный доллар. В феврале 1920 года Ponzi получил около 5000 долларов США. В то время это была солидная сумма. К марту у него уже было 30 тысяч долларов. Начался ажиотаж, и Ponzi начал расширять свой бизнес в Новой Англии и Нью-Джерси. К июлю 1920 года у него были уже миллионы долларов. Многие люди продавали или закладывали свои дома, надеясь заработать больше. Однако 26 июля, после того, как Бостонская почта начала подвергать сомнению деятельность компании Ponzi, большая часть этой схемы начала рушиться. В августе 1920 года банки и средства массовой информации объявили Ponzi банкротом. Он признался, что в 1908 году участвовал в очень похожем мошенничестве в Канаде. Видите, как интересно. Создал пирамиду в 1908 году, а потом подумал, почему бы не повторить в 1920. Ничего не напоминает? В 1994 году некий Андрей Андреевич Абакумов создал пирамиду мультиденежный фонд в Москве. И когда пирамида схлопнулась, благополучно исчез вместе с деньгами инвесторов. А спустя два десятка лет Андрей Андреевич Абакумов как ни в чем не бывало, появляется на мероприятиях компании Квестра World и Агам и рассказывает, как можно круто зарабатывать деньги. И почему-то совершенно неудивительно, что пирамида Квестра и Агам также накрылась медным тазом. Прямо-таки верный последователь Чарльза Понци и Сергея Мавродя. Федеральное правительство США наконец вмешалось и обнаружило мега-мошенничество. Понци был арестован, но вскоре освобожден под залог. Он решил продолжить работу со своей системой, будучи убежденным, что сможет ее поддерживать. Да, Сергей Пантелеич Мавродя тоже все жаловался, что в 1994 году ему власти помешали всех сделать богатыми. И в 2011 году он запустил новую пирамиду МММ-2011, которая к 2012 году почему-то тоже рухнула. Потом запустили МММ-2012-13 и так перезапускали каждый год. И почему-то каждый раз эти пирамиды рушились. Ну а потом Сергею Пантелеичу стало не до пирамид, потому что, говоря простым языком, он дал дуба. Пирамида вскоре рухнула и вкладчики потеряли свои деньги. Большинство людей не получили никакой прибыли, поскольку многие реинвестировали полученную прибыль обратно в пирамиду. Хотя мошенничество было обнаружено, японцы был депортирован в Италию, многие приветствовали его как благотворителя. В Португалии было также знаменитое дело Доны Бранки, народного банкира. Эта скромная женщина начала с малого возраста хранить деньги рыбаков в течение дня, возвращая их вечером с небольшой компенсацией за депозит. О жизни Доны Бранки даже был снят сериал. Чем выше был размер оставленных ей депозитов, тем больше процентов она выплачивала. Эта пирамида потерпела крах в 1980-х годах, в результате чего Дона Бранка была арестована и осуждена. Однако из-за старости она была освобождена из тюрьмы и умерла слепой и бедной в доме престарелых. Последнее время все больше людей начинают наконец-то спустя два года прозревать и понимать, что они вложили деньги не в корпорацию номер один, а в финансовую пирамиду. И многие, конечно, надеются, что когда-нибудь истинные организаторы этой пирамиды понесут заслуженное наказание. Что ж, будем надеяться, что прокуратура Кабо-Верде совместно с Интерполом и правоохранительными органами других стран найдет настоящих организаторов и они соответствующим образом будут наказаны. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.